Интересное за неделю в программе Низблок Уикли. Заграничные приключения Тату. Студии, кабриолеты в программе Низблок Уикли. Приключения Тату в Лондоне и Лос-Анджелесе. Студии, кабриолеты и танцы на берегу. Участницы группы Тату в конце прошлой недели вернулись в Москву из долгого путешествия по загранице. Все началось еще в конце прошлого года. После успеха на ВМА Юля и Лена прокатились по городам Европы. Были мы в Германии, были мы в Словакии. Там в Словакии был, как бы, как это называется, ну, как бы, как большое, как бы, такое вручение, как бы, такое, как песня года, да, как бы, так называемая у них там. Вот, и мы там выступили. Присутствовали как гости. Да, как гости. В январе Тату отправились в Лондон. Здесь помогать девушкам в работе над песнями взялась поистине звездная команда продюсеров. Запись курировали люди, работавшие с такими артистами, как Соник, Моби, Рамштайн, Степс. А в Лондоне Тату записывали в студии именитого Тревора Хорна. Мы записывали песни на английском языке. Вот, это для... ну, расскажи. Что я все сижу говорю-говорю? Ты любишь говорить. Нет, ты говори. Мы писали припевы наших, как бы, самых популярных двух песен. Я сошла с ума, нас не догонят. На английском языке припевы для Германии и на немецком языке нас не догонят. Ну, тоже припевы. Да, ну, только припевы. Нист с канон штопан. До сих пор забыть не могу. Да, это же самое. Ненадолго вернувшись в Москву, Юлия и Лена вскоре опять покинули родину. Теперь их путь лежал на Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов. Поездка в США вызывала у девушек даже некоторые волнения. То взрывы, то дожди начинаются, то снег пошел. В Германии снег пошел. Нет, не было такого, что летом у нас идет снег. Надо было какое-нибудь такое, что-нибудь сделать. В Лос-Анджелесе девушки записали не только англоязычный вариант песни «Я сошла с ума», но и одну совершенно новую композицию для будущего русскоязычного альбома. Попутно девушки проходили интенсивный курс английского языка. Она умерла. Не умерла, но умерла. Умерла. В маленьком кофе-шопе. В маленьком кофе-шопе, правильно. Правда, английский язык в текстах будет присутствовать лишь наполовину. На западный рынок тату выйдут, вероятно, именно благодаря русским текстам. Это немного напоминает историю Рамштайн, которые не стали изменять своему родному языку и победили. Ну, слушают даже на русском языке. Очень классно. То есть вот даже у нас там была встреча, я вам расскажу так по секрету. Мы были в Лондоне. И секреты всему свету. Да, и мы поехали, значит, с Ваней, с Леной встречаться на реке Глэсиса. И вот мы приезжаем, а он как бы на английском, он же как на английском разговаривает. У меня как в английском очень плохо поменял. И он это в конце как бы сказал, типа, нас не догонят. То есть он как бы эту песню слышал. В Лос-Анджелесе у русских девушек оказалось и немного свободного времени. Они успели покататься на кабриолете вдоль побережья Тихого океана и даже принять участие в сумасшедших танцах на берегу, которые устраивают барабанщики. Каким же получился экспортный вариант тату? Пока что это большой секрет. А вот я думаю, что когда эти песни выйдут, вы их послушаете. Получилось очень круто. В России у тату все в полном порядке. В пятницу вышло переиздание альбома «200 по встречной». В него добавлены два ремикса. А также новая композиция «Клоуны». А в ближайшие дни тату снова отправится за границу. Сейчас мы собираемся в конце февраля ехать в Болгарию. В марте у нас намечается, как я помню, Великобритания. А в апреле у нас Израиль. Вот. Ну, в общем, гастролируем постоянно. Ну и плюс еще, скорее всего, будет 10 концертов по Соединенным Штатам Америки. И сейчас в данный момент, ну не в данный момент, но вообще ведутся переговоры.